Многие уверены, что в июле еще рано идти за грибами. И напрасно. В первых числах начинается сезон рыжиков. В конце первой декады сезон белых грибов. Тогда же появляются первые сыроежки. А к концу месяца уже смело можно рассчитывать на лисичек и свинушек. Если людям жару и проливные дожди переносить непросто, то для грибов это идеальное условие. При желании, вооружившись знаниями, корзинкой и ножиком, даже в Одинцовском лесу можно тихо походиться, например, на кастрюлю супа. Анатолий Сергеевич, военный пенсионер, в лес ходит, чтобы подышать свежим воздухом и поискать грибов. Я каждый день хожу и собираю иногда по два, по три беленьких, по 15-20 подберезовиков, маховиков штук 2-3, сейчас козлята пошли, сейчас лисички пошли. Я поднешу жменью, две жменья, три жменья и так далее. Правда, мусора в лесу стало больше, чем грибов, говорит любитель тихой охоты. И это не только портит красивый вид Одинцовского леса, но и влияет на качество даров природы. Грибы как губка впитывают в себя все из окружающей среды, даже накапливают тяжелые металлы, поэтому специалисты не рекомендуют заниматься тихой охотой рядом с дорогой. Даже съедобные грибы, собранные ближе 300 метров от оживленной трассы, могут превратиться в ядовитые. Это самые настоящие лисички. Лисички, да? Я думала, они всегда семью растут. Их вот так вот собирают, вот так вот собирают, вот так обрезают. Лисички, белые, подберезовики, подосиновики, грузди и опята – вкусные и потому самые популярные грибы. В России их насчитывается более ста видов, и в них разбираются охотники со стажем. Тем, для кого поход в лес, скорее возможность отдохнуть, стоит выучить на отлично основные разновидности. Ложные грибы являются слабо ядовитыми, но вызвать расстройство кишечника им тем не менее по силам. Самой ядовитой считается бледная поганка. Отравиться можно даже одним маленьким грибочком, но и запомнить ее просто. У бледной поганки длинная ножка, а под шляпкой юбочка. Есть и общее правило. Если гриб очень твердый и неприятно пахнет, то вероятность, что он ядовит, велика. В любом случае, отправляясь в лес, ознакомьтесь со справочником грибника. Это займет какое-то время, но может сохранить здоровье или даже жизнь. Каждый любитель тихой охоты должен знать главное правило грибника. Не уверен на 100% – не бери, но и не топчи. Быть может, этот гриб пригодится кому-то другому. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».